Так, ну что же, всем привет. И матч, который не планировался изначально, но в итоге он запланировался до того, как начался, и это хорошо. У нас встречаются две очень интересные команды. Ну, очень интересные, наверное, все-таки для тех, кто наблюдал за мной чуть раньше. Потому что встречается у нас команда Meep4, играющая за Дайр и Баняща сейчас второго персонажа, против команды Эклипси. Команда Эклипси не знает, наверное, даже Великий Буравик, про которого я часто разговариваю, про которого я часто говорю, точнее, потому что, ну, самый постоянный из постоянных мой вьюер. Вот, команда Эклипси — это команда, с которой я начинал, по-моему, в самом-самом-самом начале. То ли в самом-самом начале, то ли еще, когда я... Отправлял заявочку. Вот. Но, тем не менее, я опять встречаю эту команду. Эта команда играет на данный момент уже в квалах на ProLadder 11 сезона. И я рад, что вот так вот мы вместе с этой командой буквально сделали свою дорогу в Pro, ну, практически. На данный момент я не знаю, как сейчас, кто сколько сейчас выиграл в группе А, в которой встречаются эти команды, но про команды я могу сказать много. Команда Мипфор, например, это команда, которая была, которая проиграла в стыковочном за слот в Pro-серию. Это было еще там... Сейчас скажу, где. Ну, стыковочные, они были в стыковочных, как бы. Dota2StarLadder.TV, SlashNew, Slash5279, если уж кому интересно. Вот. И... Это была с Сэмми-команда. Мы наблюдали, как они играют там против Z Gaming, например. А вот команда Eclipse, это команда, которая победила победителей, извините за тавтологию, Viking Cup. Квалификация среди победителей Viking Cup, где эта Eclipse я выиграла. Там же была, например, небезызвестная команда Penguin. Там было вообще много кого, но остались только ребята из Eclipse. Я... Была... У меня привычка говорить, кто сколько выиграл на StarLadder, но тут уже совсем другой уровень, тут уже не важно, кто сколько выиграл. Важно то... Эээ... 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 Тос... Эээ... Так. На чем я там остановился? 10 секунд, чтобы выиграли. Неважно то, сколько они сыграли, важно, где они играют сейчас. Вот почему я не говорю о них. Я сейчас... Пока идут пики, у нас Legion со Sky Mag'ом, у... Dazzle State Hunter в Eclipse, я все более-менее стандартно, на мой взгляд. Команда, которую я сейчас буду искать. По-моему, она играла против 5FG, я сейчас смотрю этот YouTube. Быстренько пробегаю. Нет, это Explosive Boys были, это не совсем та команда. Тогда, наверное, мне стоит зайти на свой YouTube-канал, ну, я его даже не буду рассказывать, что... Эээ... Так. Смотрим. Смотрим. Так, куда-то я не туда зашел. Остается 5 секунд, там он уже забанен и были, я напоминаю, Visage Razor Spectrise Lark от Mip4 от Eclipse. Забанены были Death Prophet, Brewmaster, Nature's Prophet и Medusa. Так. Сюда, видимо, надо нажать кнопочку. Сейчас посмотрю. Ну, блин, очень сложный стал YouTube, на самом деле, в последнее время. Огрмаг у нас появляется от команды Огрмаг. И я сейчас буду смотреть. Быстренько листануть надо это дело, посмотреть все-таки. Да, это Эклипсия. Ой-ой-ой, а Эклипсия-то не знает? Эклипсия-то не знает? Это, ребят, это та самая Эклипсия, которую я наблюдал, когда кидал заявку на то, чтобы стать комментатором. Потом, позже я расскажу, как это все было. И опять я с ними, и опять Тедди Клауд, Куэлл, 111 of Mice and Men. Ну, там, да, немного другие некнаймы. Но, тем не менее, это все те же ребята. Офигеть. Вот это вот действительно офигеть, потому что... Потому что вообще жесть. Здорово, здорово. Битву этих двух команд я ждал, наверное, с самого начала. Тайтхантер даст логер мак от Эклипсии. Хорошие суппорты. Отличный оффлейнер. Легион-командер, судя по всему, идет у нас на линию. Эмбер на мид, скаймак сопортить. Вместе с кем, пока неизвестно. И кто пойдет на оффлейнер тоже. Ну, ждем. Ждем Эклипсию. Они думают уже достаточно много. Дополнительного времени они занимают. Эти размышления. И Эклипсия. Ну, прям совсем долго думают. Сейчас у нас будет либо офигительный мидер, либо суперкерри. Посмотрим. Ужас вообще. Надо мне попшикаться. Пока есть время. Везде, во все, те... Ладно, все, не буду продолжать эту мысль. Пошикаться мне надо. Так, ну вроде бы стало все получше. У нас Некрофос появился. Вроде как стоит удивляться, удивляться. Но удивляться лучше уже Зевсу, который появляется у Микфор. Некрофос это то, что в последнее время часто появляется. И тут что, Ютуб? Ну, Ютуб я потом. Потом. Ну, по поводу мультитвича, который я посоветовал. Там теперь все смотрят одновременно саммит и меня. Я забыл, что можно еще добавить слэш Тарладдер в 8. Там Колд комментирует те же самые квалификации. Обязательно тоже посмотри. Колд классный. Вот. Банится у нас Сеперейшн. Последним баном. Понятный бан. Дазл всякие отхилы. Некрофос всякие. Дез пульсы. И. Последний пик. На самом деле этот мультитвич. Тут два стрима в одном окне. На самом деле этот мультитвич может поддерживать столько стримов, сколько выдержит твой интернет. Потому что я, например, запускал. Сейчас скажу сколько. 18 стримов. Ну, я просто там. Когда с мультитвичом познакомился, стало прям совсем все интересно. По 9 стримов на каждом мониторе. Это было очень даже интересно. Но следить тяжело. Ну, что же. Банится пак. Последним баном действительно не хватает какого-то мидера, потому что это фармящий некрофт. Это всем понятно. И остается буквально 10 секунд. Антимейдж! Вот это да! Антимейдж у эклипсии. Очень интересный такой даже пик. Ну, что же. Вот где я слышал эту эклипсию. Остается дофига времени, на самом деле. Но это время не тратит мид фор, пик и терр шейкера. Два неплохих пик. Это некрофт, все-таки медовой. Судя по всему, антимейдж будет фармить. Ну и посмотрим, как вы видите, ребята, из эклипсии. Самое главное это рамочка. Тут что-то курьер. 2 минуты 20 секунд. Но это все в раке. Ставится у нас пауза. Ну, та самая пауза, которая потом, возможно, будет первый-последний. Пики очень интересные. Лейнапы, конечно, еще не до конца понятны. Но вроде как. А вроде как что? А вроде как у Мипфор, например, агрессивная трипла. По-моему, с соло-легионом или соло-эмбером. У команды эклипсия вроде все более-менее понятно. Непонятно, будет ли агрессив триплен с антимагом. Я бы не стал. Итак, good luck, have fun. 111 играет на некрофосе. Of Mice and Man, антимейдж. Тедди, тайтхантер. Кьюэл, Огрмак. И Клауд за дазла. Это команда эклипсия, команда, играющая за рейдинг. Команда, которую я не комментировал. Я сейчас вам даже скажу, сколько, чуть позже. Angry Chicken у нас за легион командера. Сложный идет, обратите внимание, бараш из EF, соло-мид. Time to die, ттд, короче, будем называть его. Играет на скаймаге. F, Earthshaker. И мипошка, эмберспирит. Ну, мипошка, да, капитан команды MIP4. Помнит, может быть, даже кто-нибудь MIP4 от этого пацана. И что я там вам обещал? Да, я вам обещал сказать, сколько именно я не видел команду эклипсия. С 21 августа 2014 года я не наблюдал за ними. Вот такая вот информация для вас, кому интересно. Именно 21 числа. Все началось. Так, скрипчики, лейнапы. Саппорт пока что стоят в позициях, не определяющих точно, их лейнап на будущее. Тайкхандр будет сложный. Тут у нас антимейдж будет фармить, как и стоило предполагать. И некрофосоломид будет стоять у нас против кого? Против Зевса. Интересно, интересно. Вроде как один спамит деспульсами, второй спамит. И спамит, и еще спамит, и еще раз спамит. Но, ладно. Первый крип достается Зевсу. По традиции такой, которую только сейчас я придумал. Мы это объявляем. Что тут сказать? Я даже не знаю. Тедди настолько испугался Эммер Спирита, что имеет пока что только Кракен Шелл на первом уровне якоря. Ему еще надо теперь каким-то образом получать. Но это все потому, что он не брал себе щиток, опять-таки же. С другой стороны карты у нас антимаг формирует и формирует. Angry Chicken стоит в прикольном споте, но его все-таки нашли. Он просто получал экспириенс здесь. Почти получил второй левел. Купит он себе этот телепорт, наверное? А, не, не стал. И ми-пошка ставит паузу у нас. И, ну вот, пока что у нас, скажем так, зеленый чат у всех одинакового цвета никнейма. Go, 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 go. Именно пять раз было это сказано. Возвращаемся мы в игру. Напоминаю, что записи вы можете, конечно же, посмотреть на YouTube-канале, который вот здесь вот для вас. Вот буквально вот он. Я мышкой даже прям показал. YouTube.com.sltv.tour. Именно там. Там есть плейлист, где очень много всяких разных интересных матчей. В том числе матчи с MIP4. В том числе будет этот. Так. Dazzle. Чуть-то начинает там паковать на Angry Chicken. Ну, вкачал даже себя Poison Attack. О, Poison Attack. Poison Touch. Poison Touch. Не глядя, да. Это Poison Touch. Poison Attack это Viper. Путаюсь, путаюсь. Бывает. Устал. Тедди забрал себе хасту. Нашел его тут. Шейкер. Все в порядке. Тедди с хастой. Тедди может сейчас бегать вокруг Эмбер Спирита, например, там поиграть на нервах у него. Эмбер Спирит пока что имеет практически топовый крипстат. Удивительно то, что топовый Зевс. Но Эмбер как бы еще и динает хорошо. Так что тут 21 крип, а тут 12. Реальница в том, что добита примерно одинаково у них. Бараж уже имеет бот. Введет себе ботинок. Теперь у него мана будет практически бесконечная. Есть, конечно же, аура бесящая у Некровса. Но это просто аура на единичку. Одна. Зевс бесячий бесят, по-моему, чуть больше. Все-таки. Своей первой способностью. Так. Болл Лайт... Нет. Лайтнинг Болт, наверное. Да. О! О! Я начал немного опять исачить и пропускаю ФБ. Тайтхантера убивают с помощью писсуры небольшого проказа. Скаймага и Болов от Микошки. Счет становится 1-0. Микфорб ведут. Да, кстати, вот, в чатике говорят. Если что-то не так с интернетом, просто говорите меня додозят. Сейчас это работает. Зевс. Зевс обузит бутылочку. Руны все позабирали. Тут что-то Легион даже атаковал, что ли. Что-то прям тут дазл просел. Ну, такой, на самом деле, антимаг у нас фармит тоже неплохо. В принципе, немного, да, отстает. Он 20 на 8, там 20 на 15. Но это разница только в ДНР. Это значит только то, что Легион получает в быстрый уровень. Например, почти третий с половиной уровень у Легиона. Второй с каким-то зачином у Тайтхантера. И... И четвертая минута. Настало время битвы за руны. И битву за руны выиграет на топе точно. Ребята, из мидфор, бараш. Ого, как пошел. Зачем пошел? А дазла убить хотят. Ну, там, да, баунтирана не сильно помогла бы. Есть стрелы. А зачем дальше-то бежать? Есть Фиссурина! Есть Фиссурина! Зевс забивает дазла. Забивает до смерти этого дазла. Тем временем, антимаг приобрел ПТ. Ну, антимаг... Ну, что он может сделать? Ну, ничего. Антимаг имеет дефолтный билд. Никаких там китайских нету. Ну, там, один-один-один и плюсики, да, там, что-то такое. Вот, просто максить моно... Что? Моно-брейк и блинк. Да, почему нет? Так, пошел прокаст! Ого-го-го! Ну, вы видели, да? Лайтнинг болт на 3, который наносит 275 урона под Эншин Силом, который увеличивает на 30% это все дело. Это еще соточка примерно урона лишнего залетает. При помощи, по-моему, Фиссурина была от Шейкера. Да, была Фиссурина от Шейкера. Сейчас становится 0-3. Тейтхантер. Тедди. Ну, вроде ничего. Тедди. Третий уровень, возможно, будет. Пока что вот настолько все грустно у этого арбуза, что приходится констатировать такие факты. Тихо, тихо. Меня тихо или что тихо? Тихо, может быть, что угодно. На Тедди пошел. Выход Эншин Сил. Нет, нет, мана на Эншин Сил, но есть Девс, у которого же есть Уль. Так, как есть вот это вот в колесе чата. Да, все прыгайте на мульти-твич, потому что Секреты уже стартанули. Играть против Virtus.pro.polar. Зарубы реально интересны. Так, бараш, бараш. Не стоит АФК-ши, когда есть коса, коса! Это минус бараш. Не под косой убили Зевса, поэтому он резнется быстрее, чем... Планировали, возможно, ребята из Эклипсии, но, тем не менее, денег там нормально так. Так, ТТД ставит паузу. Обновления будут все завтра утром, насколько нам, как говорят нам судьи. Ну и да, собственно. Лучше подождать, когда все отыграется, и потом уже все рассортировать. И пары матчей и плей-офф уже расставлены. Расставлены. Да, расставлены пары, но имеется в виду какие пары? Имеется в виду то, что победитель группы А будет встречаться с победителем группы Б. То же самое будет во второй части. Это победители С и Д. А те, кто занимает второе и третье места, там А2 против Д3, Б2, С3, А3, Д2, Б3, С2. Все понятно, все зеркально. Дисконнект, да, дисконнект SkyMaga, сейчас реконекты. Небольшие починки будут. Да, ну и что же. Наш зеленый чат. Twitch.tv slash StarLadder9, если вдруг кто-то где-то есть в DotaTV, там прикольно. Не забывайте сжать кнопочку Follow, но не только здесь, но и как бы в паблике. Я потом это все скину. Ребют роутер у нас идет. Тут, видимо, додосят не только наших зрителей, но и самих игроков. Ну, мы подождем, подождем. Good Monster Cat. Привет. Аж в рифму. Почему бы и не передать. Хотя зачем...